Готовимся ко всему. Власти Украины реагируют на угрозу катастрофы на Запорожской АЭС, удерживаемой россиянами. На базе предприятия «Эндергоатом» создан кризисный штаб на случай чрезвычайной ситуации. По словам главы МВД Дениса Монастырского, уже разработаны планы спасения людей. В «Эндергоатоме» неоднократно заявляли, что на сотрудников оставшихся обеспечивать безопасность станции оказывается физическое и психологическое давление. Агентство «Рейтер» сообщает, что украинцы работают под прицелом российских военных. Конечно, мы отдаем себе отчет, что имеем дело с террористическим государством. Поэтому мы должны понимать, что вся ответственность за то, что сейчас происходит на станции и за любые сценарии, лежит на Российской Федерации. И мы должны быть готовы к любому развитию событий. Москва и Киев обвиняют друг друга в обстрелах станции, близлежащих населенных пунктов, а также затягивании визита представителей МАГАТЭ на ядерный объект. Ситуация вокруг Запорожской АЭС – одна из главных тем переговоров Владимира Зеленского и прибывших во Львов президента Турции и генерального секретаря ООН. В НАТО призвали к незамедлительному выводу российского контингента и допуску международных инспекторов. Захват Запорожской АЭС российскими войсками представляет серьезную угрозу безопасности объекта, повышает риск ядерной аварии или инцидента, подвергает опасности населения Украины, соседних стран и мирового сообщества в целом. В оккупированном Наргадаре задержаны двое сотрудников АЭС. Их подозревают в наводке артиллерии ВСУ. Жители Никополя, расположенного на другом берегу Днепра, рассказывают о последних обстрелах. В Одесской области в результате авиаудара по курортному поселку пострадали 4 человека. В Украинской госпогранслужбе утверждают, что ВСУ уничтожили российскую базу в Новой Каховке. По меньшей мере 12 солдат были убиты. Минобороны России заявило о значительных потерях украинцев на Херсонщине.